Дорогие друзья, лето пора заготовок. Но очень праздничным будет выглядеть стол, на котором будут присутствовать консервированные маленькие томаты, типа черри. Вот у меня оказалось немножко данных томатов, я решила их сделать на день. Я уже заготовила, простерилизовала баночки, на дно которых положила лист хрена. Я подготовила перчики, два перчика, порезала их вдоль, промыла, очистила от семян и от плодоножки, промыла петрушку, чеснок. Чеснок я уже положила в банку, теперь вот в эту баночку я еще положу петрушку, в ту баночку я положила, и потихонечку укладываю томаты в обе банки. Вот я их положила, часть томатов я положила, вот часть томатов я положила. А теперь буду класть перчик. Вот он такой у нас хороший, красивый перчик. Будет в баночках всяко-разному положим его. Так, немножко он выреликоватый, ничего, мы так вот сделаем его. Вот, еще немножечко добавим томатов, чуть-чуть. Добавим же и перчик. Так разложим наши баночки. Перчика много получилось. Вот, ну и хорошо. Перчик тоже будет в солении, в заготовках очень вкусный. Потому что он вкус томатов, возьмет в себя чесночка, там все, петрушечки. Так, теперь мы положим еще петрушечку в банку, на те томаты, которые мы положили с вами. Вот, петрушку, листья петрушки положили. Так, вот это все заложили. И, да, еще положим немножечко, чуть-чуть еще перчика. Давайте докладывать наши томаты. Так вот мы их положим. Вот у нас такая красивая баночка получается. Черри. Томаты очень красивые, очень аппетитные. Получается. Такая вкусняшка будет. Вот, уложим все ровненько, все красиво. Туда вглубь, пускай она идет у нас вглубь. Вот так. Так. Баночки залить в кипяток. Чтобы они простояли и прогрелись. Что я и сделаю. Поливаю я кипяток. Пусть она постоит и прогреется. Пока томаты будут прогреваться, сделаем мы рассол, которым потом будем заливать наши томаты. Наши томаты пока находятся вот в таком кипяточке, прогреваются. А мы с вами сделаем рассол, которым будем заливать. Количество ингредиентов данного рассола вы увидите под видео. Прошло 15 минут. Мы слили воду с наших консервов и начинаем разливать в них маринад. Аккуратненько. Сейчас мы его зальем маринадом. Банки мы закроем и перевернем их вверх дном. В теплое место поставим. Это может быть одеяло старое, куртка старая, или то, чем привыкли закутывать свои консервы. А зимой откроем баночки и порадуем гостей и себя любимых. Приятного всем аппетита!